Я не могла спать после стартов. Все мне снилось, что можно было лучше проехать. Так и о своих впечатлениях от Олимпиады Елена Муратова сегодня рассказывала главе Чувашии. Послушала их и наша съемочная группа. Родной Чувашская земля стала для спортсменки-могулистки относительно недавно. Она перебралась сюда несколько лет назад. Однако для новой родины уже сделала немало. Представила регион на главном спортивном событии четырехлетия. Олимпийскую медаль Елена не привезла, но для Чувашии, у которой впервые за 42 года появился представитель на зимних Олимпийских играх, это как раз тот случай, когда главная не победа. Постоял новый вид спорта, который включен в Олимпийские игры. С другой стороны, наблюдать и смотреть, и следить было очень интересно. Я прекрасно понимаю, когда спортсменка поднимается или спортсмен делает сальто, приземляется в могул. Интересный такой вид спорта. Там, наверное, ощущения разные, мысли разные. Поэтому я от всей души благодарен вам, в связи с тем, что вы представляли Чувашскую республику. То, что уже вы получали литензию, то, что вы участвовали, это уже победа. Мои однокомандники, надеюсь, что по-хорошему завидуют, а когда я рассказываю, вы про то, как меня тут встречают. Это здорово. Да, и они говорят, то есть про Чувашию уже все во фристайле знают. Подруг-однокомандниц, который завидует, глава республики посоветовал пригласить в Чувашию. Что ж, спортсменов, ну или спортсменок высокого уровня, в зимних видах спорта республике явно не помешает. Впрочем, вполне возможно, что в недалеком будущем республика вырастет и своих чемпионов. Судя по всему, вид спорта с еще совсем недавно экзотическим для жителей республики названием «Могул» набирает обороты. Сложно переоценить выступление Лены на Олимпийских играх. И мы уже почувствовали, еще во время даже ее выступления, какой мощный импульс развития фристайла, в частности, Могула, дал факт ее участия в Олимпийских играх. Уже и директоры школы, и тренера рассказывают, что в день более 10 звонков от родителей ежедневно поступают с просьбой записать их детей именно на занятия по Могулу, по фристайлу. И это только радует. Ну а время вырастить новых участников Олимпиады, которая, кстати, пройдет в 2018 году в Корее, еще есть. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.